Всем привет! Меня зовут Алена и в этом видео я вам хочу показать, что я купила в Сеуле, так как я недавно ездила в Сеул, точнее я не ездила в Сеул, у меня просто там была пересадка 20 часов и я заехала просто туда, ездила в город быстренько, буквально я там была меньше чем один день, можно сказать. И начнем. Первое, что я хочу вам показать, это вот такой предмет одежды, я не знаю почему я называю все предмет в последнее время, предмет одежды это такое боди, оно очень-очень-очень-очень секси, я бы сказала. На самом деле сейчас в Штатах очень-очень-очень модно стала такая одежда, платья, топы, рубашки и все такое, вот тут со шнуровкой, и очень многие это носят, а в России я ни одной такой вещи не видела, по-моему видела одну в Заре. И вот, этот топ очень-очень круто смотрится, я его купила в H&M, следующее, что я купила сразу же вместе с этим топом, вообще-то я зашла в H&M, чтобы купить шорты, но я купила этот топ и вот эти беленькие шорты, они просто-просто идеально сидят, я не знаю почему, они супер плотные джинсы и они очень классно сидят на мне. А также еще в H&M я купила вот такой чокер с какой-то рукой, я не знаю, наверное, я буду модной, если я буду его носить, но я надеюсь на это. Я сначала подумала, что он будет очень круто смотреться с этим топом, но когда я его надела, у меня был вот так чокер и еще вот так вот эти шнурки, и было как-то на самом деле слишком много всего, и поэтому он не круто смотрится с этим топом. Следующее, что я купила в H&M, это вот эта сумочка, точнее это такая косметичка, она такая как клюенчатая, я ее специально купила, чтобы в поездках ходить с ней в душ, потому что она как бы непромокаемая, и там написано в общем-то то, что про меня, так сказать, be wild and wonder, в общем мне она очень нравится, и мне нравится расцветка, потому что тут пальмы, листики, в общем, все как я люблю. Следующие предметы одежды, это, конечно же, носочки. На самом деле у меня еще было больше носочков, я там купила, но я их уже начала носить, поэтому они уже в стирке. А вот эти носки, они, знаете, я в последнее время стала очень часто вот такие носить именно с кроссовками, потому что мне что-то перестало нравиться, когда из-под кроссовок торчат носки хоть немножко, и когда я ношу кроссовки и вообще обувь вот с такими носками, то есть их вообще не видно, благодаря этому видно мою татуировку, и мне это очень нравится. В прошлый раз, когда я ездила в Сул, точнее это было то же самое, как я в этот раз ездила в Сул, только я была, это было по пути домой, то есть это было три недели назад. Я просто бежала в метро, потому что я опаздывала на самолет, и я не могла пробежать мимо вот этой сумки. На самом деле там висела, по-моему, такая розовая, но я купила в итоге черную, она просто, она настолько простая, она вот здесь так обрезанная, и в общем, она просто супер простая черная сумка, и она стоила 10 тысяч вон. Это меньше 10 долларов, и это очень дешево, наверное, поэтому я ее купила. Следующее, что я купила в Сеуле, это вот такие милые крема для рук. Я их купила в магазине Nature Republic, они очень-очень вкусно пахнут, и посмотрите на дизайн этих тюбиков, какие они милые, обожаю их. И также в Nature Republic я купила такой Sweet Jelly Glass, это блеск для губ. Я вообще не люблю блески, но вот этот блеск, он очень классный, он не делает губы такими липкими, и, в общем-то, поэтому мне он и нравится. А также он очень вкусно пахнет арбузиком. Следующее, что я купила, я это купила уже в аэропорту, поэтому оно вот так вот упаковано, и я хочу вам показать это, я хочу это сейчас затестить. Наверняка вы в Инстаграме уже видели очень много видео, когда, знаете, девушка что-то мажет себе на губы, потом вот так сдирает, и у нее там такой тинт остается на губах, то есть оттенок. Вот, и я купила такую штучку, я ее попробовала у себя на руке, и мне очень понравилось, и я надеюсь, что на мой губах она будет работать так же, как на руке. И сейчас я хочу перед вами ее вскрыть и затестить. Стоит она 8 долларов, я не знаю, почему, по-моему, я видела цены там конские в Инстаграме, поэтому за 8 долларов я решила ее купить. Ее, почему-то я говорю, ее, это тинт, это он, наверное, да? Я не знаю. Ладно, сейчас будем тестить, надеюсь, я сейчас не заложаю, это все. Мамочки. Ну да, что-то это выглядит не так красиво, как на видео девушек в Инстаграме. Ну ничего, я не мейком-портист, поэтому я думаю, что это надо. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы нанести это ровно, это очень странная консистенция такая. Это выглядит очень странно. Теперь она у меня на зубах еще. Окей, ну, я вот так подожду. Вы меня простите, девочки, пожалуйста, кто шарит в косметике и кто умеет красить, потому что это ужас. Ну ничего, поржем, да? И это, кстати, сохнет очень долго. Я когда на руке пыталась себе сделать, оно очень-очень долго сохло. Наверное, мне кажется, минут 5 потребовалось, чтобы оно высохло, и то я потом его содрала. Окей, будем пробовать сейчас оторвать эту штуку. Я надеюсь, что она высохла. Вау! Еще можно было поровнее... Смотрите, у меня губа оторвалась. И нижнюю теперь. Ой, походу она еще не высохла. Фу, как же это ужасно выглядит. Наверное. Сейчас. Вот знаете, почему-то у меня, когда я использую корейские именно тинты, вот у меня есть тинт от Benefit, он очень классный, прям суровно накладывается и все. Но почему-то, когда я использую корейские тинты, у меня вот здесь, ближе как бы к внутренней части губы, у меня почему-то всегда прям сильно краснее она всегда. Я не знаю почему. Может, это у меня какие-то губы странные. В общем, на самом деле... Блин, я так надеялась, что этот тинт будет супер-мега ровно ложиться, но что-то он не очень ровный. Вот тут вы видите сами, что у него тут красный, как будто болезнь какая-то. Кстати, в Корее почему-то модно так. И девушке очень часто, у них есть даже такая помада, амбре называется. И она как бы такая бежевая, там розовенькая и красная. Они вот всегда красят, и чем ближе к внутренней части, тем краснее у них губа. И это выглядит немножечко, как будто они болеют чем-то, я не знаю. У них до сих пор, кстати, это сейчас в моде, чему я очень удивилась. Я думала, это была так временная ситуация. И сейчас, я надеюсь, я не слишком страшно выгляжу для того, чтобы сделать завершающую часть этого видео. Я вас очень прошу, если вы были в Корее когда-то, или вы просто знаете, или вы там живете, что-то можно купить. Потому что я думаю, что в следующий раз, когда я поеду домой в Владивосток, я обязательно возьму билеты так же, чтобы там была длинная пересадка в Корее, чтобы опять заехать в Сеул. Да, и так что обязательно напишите мне, что же там можно купить такого, что бы вы там купили. И да, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки этому видео, не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписались. И всем пока!